Красивая и светлая, утопающая в зелени лесов и синеве озёр, трудолюбивая, хлебосольная, многострадальная и не склонившая головы перед врагом. К своей независимости Беларусь проделала долгий и сложный путь. Его можно проследить и в Бресте, который, как и тысячи белорусских городов, отстраивался и восстанавливался в послевоенные годы и сегодня уютный, чистый и современный радушно встречает каждого. Залечены раны на теле земли, восстановлены города и экономика, но людская память по-прежнему сохраняет трагические страницы истории и великий подвиг народа-освободителя. Время, как бурная река, несётся, стирая из памяти события лица, но только не память о тех, кто большой ценой отвоевал для нас чистое небо и право на мирную жизнь. А потому главный государственный праздник страны, День независимости, неизменно начинается у мест героической славы наших предков. Почтить их память на площади свободы в Бресте собрались представители разных поколений. Сегодня мы в знаковом месте для нашего города, в том месте, которое для каждого брещанина имеет очень большое значение. Это площадь свободы. Свобода для нас, это очень важно, потому что это возможность нам жить в мире, жить в мире нашим детям и внукам. 3 июля этот день является праздником и всего города Минска, и всего белорусского народа, так как с этого дня фактически была освобождена Белоруссия. Наша республика является гордостью для всего подсоветского лагеря. Мы живем свободно, независимо и процветающе. Молодежь едина с мнением старшего поколения о том, что все-таки независимость в Республике Беларусь это, так сказать, фундамент нашего будущего. Только при помощи независимости Республики Беларусь мы смогли построить суверенную страну, которая процветает и растет с каждым годом. Мы не имеем права потерять нашу независимость, позволить диктовать свои условия и навязывать свою волю кому-то извне. Именно за это мужественно сражались и погибали наши предки на святой землебрестской крепости. Несмотря на сложное время, непростую ситуацию вокруг страны, белорусы выбрали свой путь. Это путь суверенного, независимого государства, которое вправе само строить свою социальную и экономическую стратегию. Жить в мире, давать образование новому поколению, работать, растить и воспитывать детей. Видите, что сегодня здесь, в Брестской крепости, да, вот это наша независимость. И из года в год, и многие годы, да, особенно последние непонятные, сложные, политические, с военными угрозами, для нашей страны говорить, что мы делали, то мы и делать будем дальше. Мы независимы, мы всегда за правду, мы очень толерантны. К нам, кто понимает наше сознание белорусов, тот найдет и в дальнейшем в себе надежного настоящего друга. Все, что делается в стране от экономики, социальной сферы и тех политических шагов, которые особенно сейчас звучат с уст многих политиков, да, наша страна, я считаю, идет на верном пути и ничего нам не грозит, потому что, в первую очередь, мы в Брестской крепости. Есть те люди сегодня, и наш президент в том числе, он крепок, как Брестская крепость. В знак единения в день независимости в крепость пришли тысячи людей. Мы не забываем свою историю, помним подвиг тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Всегда будем благодарить тех, кто восстанавливал послевоенную Беларусь, и тех, кто сегодня прилагает все усилия к сохранению мира, развитию и дальнейшему процветанию страны. Мы пришли, чтобы приучать детей к патриотизму. Я считаю, что Беларусь – идеальная страна для жизни, особенно для детей. То есть государство делает все возможное, чтобы поддержать молодое поколение, чтобы дать возможность, допустим, детям провести много времени с родителями благодаря пособиям, которые она выплачивает. Очень многое уделяется образованию, очень многое уделяется медицине. Поэтому, в принципе, остается жить, радоваться жизнью. Мы здесь родились, и поэтому наш долг – в такие государственные праздники приходить на это место, благодаря которому, и где захоронены люди, благодаря которым мы сегодня живем и имеем мирное небо над головой. Поэтому большой им и низкий поклон, большое спасибо. В Беларуси на данный момент созданы все условия для того, чтобы молодежь училась, дети развивались, взрослые получали опыт, процветали. Поэтому мира, процветание нашей дорогой стране. За белорусов и их будущее в этот день во всех православных храмах отслужили соборный молебен. На защите нашей Родины есть небесное воинство белорусских святых, которые служат щитом от всего дурного и невидимо охраняют страну и людей. Каждый в этот день пришел в храм со своей сокровенной просьбой к Богу. Но независимо от возраста, пола и профессии, у всех белорусов есть одно общее на всех желание. Самое главное, о чем хотелось попросить Бога, это о мире на нашей земле. Потому что угрозы существуют, еще свежо в памяти, предыдущие военные действия, в которых участвовали наши деды, его прадед. Поэтому не хочется, чтобы это опять повторилось. Людям нужно осознавать это все и делать все возможное. Трудиться, молиться и поддерживать, конечно, существующий курс Беларуси. Пришли сегодня в храм помолиться о независимости нашей страны, о мире и спокойствии. Потому что это очень важно в такое сложное, тяжелое время. Хочу поставить свечи за мир и спокойствие в нашей стране, в России, в нашей дружественной. Чтобы наши дети жили, были живы, наши родители, чтобы жила наша Родина. Нужно молитвы возносить в том числе о спокойствии страны, народа, о спокойствии каждого из нас. И я думаю, если мы объединимся, Господь нас услышит в наших молитвах и дарует нам то, что мы просим. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.